Учитель, у меня такой вопрос. Иногда, когда у меня возникают проблемы со здоровьем, или я думаю, что что-то у меня болит, я не всегда к врачам обращаюсь, а обращаюсь к человеку, который мне в этом помогает. И мои знакомые, верующие чаще всего, говорят, что это неправильно, не надо обращаться к таким людям, а надо только к медикам идти. Поэтому я хочу спросить, могу ли я обращаться? В последнем завете где-то есть такой запрет? Нет. А, ну тогда они же на что-то опираются, или ты как-то так... Нет, это не ваши последователи, православные, или кто-то, просто люди говорят, что... Не важно, не важно, ну хотя бы даже они где-то же опираются, где-то, может, в Евангелии написано что-то, нельзя больше. Не знаю, на что они опираются, просто говорят так мне. Если ты сталкиваешься с чем-то, пробуй рассуждать, на чем основывается какое-то суждение. Человек, если говорит, нельзя, ну какой-то, видимо, каким-то он фактом пытается оперировать, и этот факт либо несерьезный, либо действительно он проговорит что-то любопытное, и тебя это затронет. То есть ты понимаешь тоже, опа, действительно, но если такие детали, и ты видишь, ну, смущающим является и вполне, может быть, являться смущающим, тогда ты сделаешь какое-то другое решение. Но если тебе тело говорит, так не должно делать, это нельзя, это некрасиво, неправильно, но ничего толкового привести в качестве факта не может, так тебе и рассуждать не о чем. Делай так, как считаешь правильным ты лично. Чувствуешь, что это хорошо, да пожалуйста, сделай, такого запрета не может существовать. Спасибо большое. Но помните, все ваше здоровье – это ваш дух. А того, в каком вы настроении находитесь, как вы реагируете на реальность, это все связано, уже напрямую отражается на вашем здоровье, очень сильно. А тут и питание включается, много-много, но главное – это эмоции. Эмоции. А видите, какие провокации идут, сейчас происходит время, непростое, всем сложно становится. Все переживают, нервничают, дерганые становятся. И, соответственно, везде как бы так, так и норовят как-то, как бы неосознанно укусить друг друга. Вот вы и напрягаетесь. Поэтому, если вы поддаетесь этому потоку, то, конечно, это провоцирует. Это отскажение в физиологии очень сильно. То есть вы будете сильно, все больше и больше болеете. Тормозите этот процесс. Больше улыбаетесь. Благодарнее отнеситесь. Проще как-то, легче воспринимаете реальность. Но вы, нахмурив брови, вы не поменяете реальность в лучшую сторону. Это невозможно. А хуже сделать можете. Потому что нахмуренные брови никак не могут принести их какую-то радость или что-то исправить. Никак. Вы только увеличите какой-то элемент напряжения. Но напряжение ничего не способствует развитию. Оно все приводит к усталости и к разрушению напряжения. Неизбежно. Что бы это ни касалось. Снять напряжение можно только улыбнувшись. Посмотрев проще и позволив этому быть. И делая от себя посильнее. Можете что-то поменять в лучшую сторону. Смотрите, что можете сделать. Можете, делайте, пожалуйста. Не можете сделать. Спокойнее продолжайте делать. И продолжайте искать возможность. Делая хоть что-то вы можете сделать интересное. И улыбайтесь больше. Шутите больше. Это, вообще-то, жизненно необходимая задача.